ОМ ВАЙШВАНАРА ЯГНАМ АСИ ОМ ВАЙШВАНАРА АГНАМ АСИ Что это обозначает? Звучит так. Это мистическая мантра, которая может помочь человеку ожить. Очень часто мы начинаем жить и нас уносит. То в прошлое уносит, то в будущее. Мы утром просыпаемся, нет сил, тело холодное, усталость бесконечная. А здесь говорится буквально так. Огонь или жизнь по-другому. Мы уже знаем, что огонь или агни это жизнь человека. Огонь в моем теле живи. Вот так ее можно перевести. Здесь слово Накшатра обозначает богиню, которая существует. Это богиня Накшатра и она является суженной агни. Смотрите, если агни это наша жизнь, то Накшатра обозначает наше тело, которое мы любим. Смотрите, объедини мое тело и объедини его с жизнью. Оживи мое тело. Именно так это и звучит. Огни. Накшатра дево. То есть Накшатра женщина. Почему женщина? Тело в индийской философии это женский орган. А жизнь, которая есть в человеке, это мужской орган. Поэтому, когда женский орган тела становится мужским органом, появляется, как ни странно, ряд мужских заболеваний. И поэтому есть приставка деви. То есть здесь говорится агни Накшатра дево девам ври шабха. То есть присутствуй агни в теле этой красивой миловидной женщины. И по-другому это звучит так. Огонь. Создай мне потомство. Накорми меня. И по-другому еще звучит так. Огонь. Войди в мое тело. Будь частью меня. Не покидай меня. Потому что моей жизни не нравится мое тело. Моей жизни не нравится, что я живу. Тело мое тоже без огня становится ненужным. Болезни, которые связаны с такой мантрой, они выглядят так. Женщина разочаровывается во внешнем виде. Постоянно там что-то болит. У мужчины живот растет. Нет ощущения жизни. Ощущение какого-то упадка. Знаете, ничего не хочется. Опускаются руки. И вот я специально такую мантру для вас дал. Она звучит так еще раз. Агни Накшатра дево девам. Ври шабха. То есть огонь, создай мне потомство, накорми. По-другому это пусть мое тело объединится. И пусть возлюбленный Накшатри или возлюбленный моего тела, моя жизнь объединятся вновь. Пусть не обижается на старость моего тела божественный огонь. Почему человек решил, что Агни это Бог? Потому что Агни это то тепло, которое объяснить человеке невозможно. То есть невозможно объяснить, что такое Агни в человеке. А Агни есть та энергия, которая дается человеку Богом. Поэтому они решили придать ей такую форму молодого юноши, огненного юноши, который постоянно горит в теле человека. А женщина, из которой состоит человек и его тело, является той, кто любит. Когда они познакомились и только родились, то они друг друга обожали. Но из-за того, что тело стареет, то молодой Агни он никогда не стареет, потому что он всегда огонь. Он просто становится меньше и меньше, а тело становится взрослее и взрослее. И они между собой перестают. Молодой Агни хочет уже молодое тело. А стареющая наша Накшатрадэва, она становится уже не такой миловидной и красивой. Ну и такой мантрой мы вновь их объединяем. Я считаю удивительно. Красиво. Красиво.